Аварит Москва Николай Пантелевич Фоменко – человек в Самаре известный, почетный радист, заслуженный связист РСФСР, награжденный Орденом Войны Второй Степени, медалями и почетными знаками. В 1942 году Коля Фоменко окончил 8 классов средней школы номер 1. В июле 1942-го, после сильной бомбежки, был оккупирован немцами. 4 июля 1942 года мы во дворе нашего дома, у нас домик кирпичный, огородик небольшой был, с мальчишкой, с соседом стоим беседуем, а немец сбросил на наш вокзал две бомбы ночью, 4 часа утра, все проснулись, что такое вот. Вот мы стоим, обсуждаем эту ситуацию. Потом вдруг он кричит, смотри, самолеты. Смотрю, со стороны вокзала на нашу сторону летят, начинаем считать. Он 12, я 9, 12, 9, спорим, да. И в 2,2 передних самолета открываются и начинают пикировать. Он кричит, бомбят, он уже был там в Лийской станции, уже под бомбежкой. Бомбят, падай на землю, прижался к стене кирпичной. Они как-то завыли бомбы. Немцы специально делали такие воющие устройства для нагнетания, для страха такого. Вот они как-то завыли. Вот я сжимаюсь, сжимаюсь, не упал в эту, а к стене кирпичной прижался, и мне сжимаются ниже, ниже. И первая бомба, как же умерла, метров 25, у меня 20. Вот, на меня подбросило. Объемлемо потерял сознание. Вот. Ну, очнулся. Наверное, меня контурило, кто там разбирался. То, что я очнулся, еще кирпичи на меня сыпятся, и мать выскочила из дома. Стену не пробила, крышу снесло. Меня за руку, значит, подняла, и все в подвал. Ну, вот. И сидели до вечера в подвале. Город, маленький город. Ни военной техники, никаких объектов, ни заводов оборонных. Бомбили вот с 9 утра и примерно до 6 вечера. Группа налетает, сбрасывает бомбы, снова сбрасывает. И мы уже около 6 дней выдержали. Вот по дворе сидишь, слышишь, бомба воет, летит. Вот, долетит она до тебя или перелетит. Хлоп, перелет. Слава Богу. Следующая воет, летит, летит, не долет. И все ждешь. Вот твоя когда-то бомба подлетит. Ну, не выдержали, кинувались, бежали из горжи. Километров 20 нас немцы догнали. Оказывается, на десант выслили. И город оккупировали. Повесили сразу на центральной площади, на перекрестке двух улиц. Повесили троих. Обычную весельцу я ходил, смотрел. Партизан подписали. Коммунистка, женщину повесили. И мальчишку подписали. Шпана. Вот, я выведал впервые повешенных людей. Вот, в первый день, когда вошли, и муж моей сестры, Марии, который жил недалеко, не успел тоже убежать. Немцы его забрали и расстреляли. После освобождения города частями Красной Армии в январе 43-го года Николай Фоменко вступил добровольцем в истребительный батальон, который занимался поиском разбежавшихся немцев в лесу, на чердаках, подвалах. Нам дали мадьярские коробины, короткие, по две гранаты, лимонки. Конечно, вид был у нас такой смешной. Ну, бедность. Мне мать сшила какую-то кофту, как мы называли курточку, на вате, да. Малахай такой, две гранаты. Да, вот, ходили такие, эти штрепки нас называли там. Но все же мы создали обстановку, жители спокойно вылалили всех. Вот. И нас уже к концу лета распустили в истребительный батальон. В октябре 43-го был призван в Красную Армию. В течение семи лет служил сначала на Дальнем Востоке, в районе города Уссурийска, а после войны с Японией в Благовещенске, на Амуре. Меня взяли в батальон связи. Вот, правда, я хотел на радио взвод. Но был в оккупации, меня не взяли, я помню. Считалось, раз побыл в оккупации, значит, какой-то уже не такой. Ну, с телефонистом. И вот я там служил год, кормили. Ну, сейчас, ну, трудно поверить в это. До того, нас плохо кормили. Как нас кормили? Что каждый раз нам хотелось, чтобы нас наряд на кухню взяли. Ведь сейчас же это наказание на кухню. А тогда хотелось. Как делили хлеб? Сюда выбирается один в столе. Боленадежный товарищ. На стол дается белый американский хлеб, булочка. На стол. Сколько там? Вот, он режет ее сначала вдоль, и потом на 10 человек. Вот 10 пар глаз смотрят, следят. Все. От этого ты резал, добавил сюда. От этого туда. Выровнял, кажется, если ему кажется, вот тут кусочек. Чуть-чуть побольше. И так хочется, чтобы он тебе попал. А потом он берет одного, отворачивается, кладет к рубку. Кому, Фоменко? Кому, Петерин, там все хохлы были, у нас там больше. Там кому, Иванову? Кому раздают хлеб. И вот когда попадется тебе этот кусочек, рад, казалось. Такого Волода я еще никогда не испытывал, как там испытал это. Это ежедневно, даже во сне, и хочется есть. С 9 августа 45-го года участвовал в боях с японцами. Обеспечивал связь между полком и дивизией, прошел боями до города Мададзяна. Под городом Мулином был ранен. 30 километров шли город Мулин. Здесь мы развернулись. Нас обстреляла минометная батарея японская. Я получил ранение, вот здесь был. И нас вдруг перевязал. Госпиталь, вот не нас заживет. Я так остался. Недели-полторы было там. И все прошло. Вот и пошли. Идем, отвоевываем сопку японцу. Ночью они пытаются вернуть. Вот стрельба наша днем, а не ночью мы. И вот такое. То там, то они захватят, то мы идем потихонечку. А мы связисты давали связь. Береже штабом дивизии, штабом полка. Идем уже к Мададзяну. Дело к концу. Тут последняя сопка перед Мададзяном. Там японцы так оборонились здорово. Они там крутые, такие, ну, скавы, что ли. И не сделали ниши в этих. И там пушки установили. И командир вот моего первого полка, 58-го, полковник Богомазов. Запомнилась хорошо. Вот. Не мог. Три дня не мог взять эту сопку. Не выполнил приказ. И ехал с ординарцем на лошадях. Там машин-то было мало. И застрелился. Прямо на лошади, да. Вот. Хороший был командир полка. Хороший. Просто не выполнил приказ. Мы так подумали. Наверное, да. Был порядочный офицер. И застрелился. Продолжал службу Николай Патилевич в городе Харбине в 238-м подвижном полевом госпитале. При выполнении задания по спасению солдат, попавших в засаду под Харбином, подорвался на мине, получив тяжелые ранения. После госпиталя служил в Харбине до марта 46-го. Окончил службу в Благовещенске, командиром самоходной установки Су-100. В 1950-м году вернулся на родину. Аварит Москва. Германия полностью разгромлена.